Трунов Филипп Олегович Трунов Филипп Олегович Такое оперативное войсковое объединение имело в своем составе в основном по 6-7 кадровых стрелковых дивизий. Примеры тому 16-й армии первого формирования, 19-я, 20-я армия. В случае с Можайским рубежом обороны в конце первой, в начале второй декады октября 1941 года ситуация кардинально отличалась. Сюда выдвигались армейские управления, оказавшиеся вне котлов или сумевшие из них вырваться, которые изначально не имели или практически не имели в своем подчинении войск. Часть штабов оставалось в умевшемся виде, это управление 16-й армии, другие существенно реорганизовывались. Например, управление 5-й и 33-й армии. Вторая компонента это отдельная, хотелось бы это подчеркнуть, стрелковые дивизии и танковые бригады, военное училище, выдвигавшиеся из глубины и или снимавшиеся с других участков фронта. Вновь развертываемые армии в основной своей массе имели всего одну полнокровную стрелковую дивизию, при том часто сформированную уже после начала Великой Отечественной войны в глубине страны. Так, в случае 16-й армии это стала знаменитая 316-я стрелковая дивизия, в 5-й армии 32-я дивизия, переброшенная с Дальнего Востока, в случае 43-й армии 312-я стрелковая дивизия. Для наращивания ядра, которая как раз составляла вот эта вот дивизия, использовались танковые бригады, в частности в случае 5-й армии их было 4. Конные части, пример тому, сильно придевший кавалерийский корпус Доватора в полосе 16-й армии, училища, два подольских училища в полосе 43-й армии, пехотная и артиллерийская, Верховного Совета СССР на рубеже обороны 16-й армии, каждая из которых представляла собой эквивалент усиленного полка. Относительно сильной стороной большинства вновь развертываемых армий была артиллерия, особенно армейская, в том числе части противотанковой обороны. Кроме того, войска армии усиливались силами, выходившими из окружения, но следует понимать, что после пребывания в нем бригады и дивизии теряли большую часть личного состава и практически всю материальную часть. Наиболее заметным выход окруженцев был в полосе бывшего брянского части резервных фронтов, что облегчало развертывание 43-й, 49-й и 50-й армии. Эта схема создания относительно небольших, но достаточно боеспособных и обладавших известной маневренностью армий, реализованная в октябре, то есть во время первого наступления вермахта на Москву, продолжила использоваться и в ноябре, уже в ходе отражения второго наступления. Армии, испытывавшие на себе наиболее сильное давление противника, получили еще по одной укомплектованной стрелковой дивизии, причем кадровой. В случае 16-й армии, это стала знаменитая сибирская 78-я дивизия, 43-я армия получила 93-ю стрелковую дивизию, которая также изначально дислоцировала в Сибири. Наиболее угрожаемые участки усиливались также подвижными войсками, например, тому 4 кавалерийские дивизии, полученные Рокоссовским и развертые во 2-м эшелоне 16-й армии. Одновременно позади небольших, наполняемых силами, прямо в процессе боев, сопровождавшихся одновременно тяжелыми потерями, армии 1-го эшелона стали развертываться армией резервы Ставки. Каковы были способы их формирования и, главное, почему? В ходе сосредоточения армий на Можейском рубеже обороны, соединение части, созданное уже после начала Великой Отечественной войны, составляли большинство направляемых из резервы Ставки войсковых единиц. В резервных армиях с ноября 1941 года эти дивизии, бригады, отдельные полки и батальоны абсолютно доминировали. Основными трудностями при формировании резервов являлись Первое. Нехватка опытного командного состава, в том числе младшего. И второе. Огромные потери в первые месяцы войны материальной части тяжелой техники, особенно чувствительные в смысле танков, несколько меньшей степени артиллерии. Средством преодоления нехватки младшего командного состава, особенно командиров отделений, взводов, стало назначение на эти должности бойцов, которые уже проявили себя в боях. Имели место и назначение солдат-ветеранов Первой мировой войны. Вторая трудность была существенно более сложной разрешимой. Еще летом 1941 года с передовой стали активно отводиться кадры специалистов технических родов войск, используемые там в качестве пехоты, с тем, чтобы затем использовать их как ядро вновь формируемых танковых артиллерийских частей. В случае танковых войск в ходе оборонительных боев под Москвой, а также Тихвином, был израсходован потенциал последних профильных дивизий довоенного формирования. Пример тому 58-я танковая дивизия, имеющая около 200 танков легких типов, в полосе 16-й армии. Место формирования дивизии советская сторона перешла к созданию танковых бригад и отдельных батальонов. Ключевая причина тому – острейшая нехватка танков, особенно средних и тяжелых. Так, Калининский фронт к 5 декабря 1941 года располагал всего 45-ю танками Т-34 и КВ-1. Обычно ядро танковой бригады в то время составляли 12-20 средних и тяжелых танков, также в нее входило до 40 легких танков. Отдельный танковый батальон, соответственно, имел в 3-5 раз меньше бронемашин. Однако существовала и еще одна крайне важная причина перехода к новой организационно-штатной структуре в танковых войск – сложности в управлении танковыми дивизиями, проявившиеся в первой неделе и месяце войны. Опыта эффективного управления в сотне танков катастрофически не хватало. В этой связи танковая бригада, имевшая несколько десятков боевых машин, была идеальным уровнем для накопления умений управлять механизированными частями, с тем, чтобы, оттолкнувшись от него, вновь перейти к формированию танковых и механизированных корпусов и танковых армий. Отдельные танковые батальоны, и тем более отдельные танковые роты, показали свою слабость, довольно быстро сгорая. Напротив, танковая бригада продемонстрировала свою гибкость и эффективность вплоть до конца Великой Отечественной войны. Два представленных фактора во многом объясняют, почему, в отличие от кавалерии, в случае танковых войск в период подготовки и осуществления контрнаступления под Москвой не создавалось корпусов. И все-таки, хотя в истории нет сослагательного наклонения, представим себе, а что дало бы, казалось бы, могло бы дать создание двух танковых корпусов, по три танковых бригады, пусть не полного состава, плюс эквивалентные бригады отдельной части пехоты в ходе контрнаступления под Москву. По сути, это потребовало бы изъятия из наступавших армий всех или почти всех танковых бригад. К 6 декабря 1941 года войска трех фронтов на московском направлении имели всего 222 танка Т-34 и КВ. Для достаточно малочисленных общевойсковых армий, имевших в своем составе по 4-6 дивизий или эквивалент этого в виде стрелковых бригад, многие из которых имели огромный некомплект активных штыков, танковая бригада в составе играла роль, безусловно, ударной компоненты в развитии наступления. За редким исключением, в большинстве общевойсковых армий не было больше одной танковой бригады, а у кого-то не было даже и этого. Могло ли дать такой же или больше эффект в этом случае создание одного-двух танковых корпусов в декабре 1941 года под Москвой? На первый взгляд, чисто гипотетически, ответ можно дать положительный. Как писал Георгий Константин Жуков, Красная Армия, надвисая на флангами противника, не смогла добиться окружения гитлеровских войск в ходе наступления из-за отуствия мощных группировок подвижных войск. Однако, как уже отмечалось, выведение танковых бригад из состава общевойсковых армий привело бы к резкому замедлению темпов их наступления. Технически осуществить создание двух танковых корпусов, выдергивая силы со всего фронта, представлялось вообще едва невозможно. Не менее важны иные факторы. Организационная сложность в управлении танковым корпусом, а также возможность поражения такового силами вермахта. В целом, один-два танковых корпуса при условии изъятия танковых бригад из общевойсковых армий было бы совершенно недостаточно для осуществления окружения, что подтверждает абсолютную правильность выбора форм использования танковых войск в крайне немногочисленных в ходе контрнаступления под Москвой. Ситуация с формированием артиллерийских частей была более благополучной. Удалось добиться укомплектования орудиями полковой и дивизионной артиллерии всех вновь формируемых дивизий. Ставка одновременно усиливала и наращивала резервы отдельных артиллерийских частей – истребительно-противотанковых, пушечных и гаубичных. Здесь был создан колоссальный задел уже в предвоенный период. Как известно, к 22 июня Ставка имела в своем распоряжении 60 гаубичных и 16 пушечных артиллерийских полков, а также 10 артиллерийских противотанковых бригад. В частности, из кадров 9-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады, которая блестяще проявила себя в боях на Шуляйском направлении в Первой имени войны, под Москвой стали формироваться 4 отдельных истребительно-противотанковых полка. И вот здесь очень интересный спор между Верховным Главнокомандующим Иосифом Виссарионовичем Сталином и начальником артиллерии Красной Армии Вороновым. Тогда я ищу о создании 10 артиллерийских частей ПТО, которым каждый выделялось по 16 орудий калибром 76 мм. Сталин предложил назвать данные полки не дивизионами, но полками. Воронов, следуя формальной логике, дивизионами. Представляется, что в этом споре, безусловно, был прав Иосиф Виссарионович Сталин. К ноябрю-декабрю 1941 года на центральном направлении очень большие потери в людях и технике несли соединения не только советских войск, но и вермахта. В этой связи, конкретно применительно к данному этапу, когда дивизии, по сути, превратились в полки, да еще и ослабленного состава, наличие 16 орудий уже позволяло воспринимать данную часть как полк. Пусть малочисленный, но как ядро будущего полнокровного, способствуя укреплению духу защитников и введению противников в заблуждение. В случае стрелковых войск осуществлялось формирование резервов двух типов. Это полноценные стрелковые дивизии по три стрелковых артиллерийскому полку, нумерация 320 и выше. Прежде всего, эта организационно-штатная форма использовалась для создания воинских формирований, чей старт учреждения хронологически пришелся на время до начала октября 1941 года и с начала декабря 1941 года, то есть исключая временной отрезок двух немецких наступлений на Москву, когда ситуация была особенно тяжелой. Именно в эти периоды формировались прежде всего полноценные стрелковые дивизии. Формировались также стрелковые бригады, каждая из которых по численности была эквивалентом одного усиленного стрелкового полка. Они обладали слабой огневой мощью, при этом требовали относительно малочисленных органов управления. Стрелковые бригады были вынуждены к временной замене стрелковых причин. Они формировались прежде всего в октябре-ноябре 1941 года, что было вызвано нехваткой материальной части и командных кадров. Следует особо подчеркнуть, что наиболее боеспособные стрелковые бригады создавались во многом из моряков военно-морского флота, в частности Тихоокеанского. Наконец, достаточно успешной формой организации стрелковых войск стали отдельные лыжные батальоны. Кстати, они действовали даже во многих случаях более эффективно, чем отдельные танковые батальоны. Почему? В состав этих частей подбирались кадры с высоким уровнем физической, обычно боевой подготовкой. Им даже в тех условиях выдавалось по 80 автоматов ППШ и ППД, то есть половинный комплект от штатного числа пистолетов-пулеметов целой стрелковой дивизии. Иными словами, каждый лыжный батальон обладал повышенной мощью и маневренностью, а если еще добавить сюда обычно наличие в нем небольшой группы снайперов, по сути, он мог выполнять задачи сил специальных операций, говоря современными. Следует подчеркнуть, что практически все соединения, направляемые в состав резервных армий Ставки, формировались с нуля. В лучшем случае, из выведенных с фронта групп бойцов и командиров маршевых пополнений запасных полков. Всего к 1 декабря 1941 года Ставка имела в своем резерве 8 армий разной степени боеготовности, от завершивших формирование до лишь начинавших этот процесс, свыше 50 стрелковых и кавалерийских дивизий. Из технических родов войск имелось только 3 авиационных дивизий. Основная часть этих сил концентрировалась на центральном направлении. Какую схему имела каждая из трех резервных армий, введенных в полосе Западного фронта в момент начала контрнаступления и почему? Первая ударная армия, которая изначально именовалась 19-й общевойсковой, состояла из 7 стрелковых бригад, 3 дивизионов реактивной артиллерии, а также 2 отдельных танковых батальонов. Несколько позднее в состав армии передали стрелковую и кавалерийские дивизии, сильно поредевшие, но имевшие боевой опыт. 20-я армия имела 1 стрелковую дивизию, 16 стрелковых бригад, 4 лыжных батальона и артиллерийский полк РГК. А 10-я армия имела 7 стрелковых дивизий, 2 стрелковые бригады и 2 кавалерийские дивизии. Таким образом, первые две армии, введенные на правом северном крыле, состояли в основном из бригад. 10-я начала создаваться несколько ранее, потому состояла из дивизий, при том фактически располагая дополнительным эквивалентом конного корпуса. Интересно, что схожую с 10-й армией структуру имела и 61-я армия, введенная 16 декабря, 7 стрелковых дивизий и 2 кавалерийские. Развернутые в глубине обороны, находившиеся в стадии формирования, 24-я армия, 60-я армия, они не участвовали в контураступлении, но как раз формировались в этот период, состояли из стрелковых дивизий. Дивизионная структура была тем более характерна для армий уже с декабря 41-го года, создаваемых из резервов ставки. Пример тому, в том числе создание на базе 60-й армии кадров для 3-й и 4-й ударной армии. Здесь стрелковые дивизии уже не доминировали, а использовались скорее как поддержка стрелковых дивизий, костяка общевой исковой армии. Таким образом, по мере отталкивания 1, в смысле объемов техники и командных кадров, ставка возвращалась к формированию стрелковых дивизий, как ядра действующих и резервных объединений. В целом, введенные в сражения в первую половину декабря 4 общевой исковой армии, 1-я ударная, 20-я, 10-я и 61-я, суммарно представляли собой аналог полноценного свежего фронта, что уже само по себе свидетельствовало о мощи резервов ставки. Каким образом использовались резервы ставки в первых числах декабря в условиях завершения подготовки и начала перехода советских войск к контрнаступлению? Часть соединений была выделена для усиления сильно обескровленных армий. Так, 30-я армия, самая слабая из всех армий Западного фронта, получила сразу 4 стрелковые дивизии и 2 лыжных батальона. 16-я армия, 2 стрелковые дивизии и 3 стрелковые бригады. Часть данных сил пришлось задействовать для отражения завершающих ударов вермахта в завершении его второго наступления на Москву. Пример тому, да, использование полков 354-й стрелковой дивизии 16-й армии с 30 ноября в боях за деревню Крюково. То есть полностью свежими в распоряжении Рокоссовского оставались только 3 стрелковые бригады, лишь эквивалент полной дивизии. Однако, основные свежие силы были собраны в составе резервных армий и введены в сражение только с момента начала контрнаступления. То есть эффект внезапности был в полной мере дополнен эффектом мощи. Почему на начальной фазе контрнаступления Ставка ввела в бой на правом крыле Западного фронта, близи с Калининским, 2 армии, а на левом, на стыке с юго-западным, только одно. Первая и основная причина. По войскам 16-й, а также 30-й армии, образовавшим правое крыло Западного фронта, наносился наиболее мощный удар вермахта с точки зрения задействованных здесь подвижных войск. Дополняя друг друга, здесь наступали сразу две танковые группы из общего числа 4, действовавших на Советско-Германском фронте. 4-я танковая группа била по 16-й армии, 3-я танковая группа, позднее обе они стали армиями, наносили удары по 30-й армии и силам левого крыла Калининского фронта. На юге действовала, пусть и сильная, но только одна, вторая танковая группа Гудериана. Вторая причина. Правое крыло Западного фронта наиболее пострадало в ходе котлов октября 1941 года. Здесь большую часть участков линии фронта, в смысле войскового наполнения, пришлось воссоздавать практически с нуля. В случае левого крыла Западного фронта, здесь ситуация была лучше, окруженца выходило больше, о чем уже было сказано, плюс следует учитывать и героическую оборону Тулы. Третья причина. По своей мощи 10-я армия существенно превосходила 20-ю или 1-ю ударную по отдельности. И, наконец, четвертая. Вскоре здесь была введена свежая 61-я армия, то есть каждое крыло наступавших, стратегическое крыло советских войск под Москвой, получило по две свежие армии. Итак, едва ли неважнейшей составляющей битвы за Москву видится и кара резервов. Последняя бесспорно была выиграна советским командованием и непосредственной ставкой. В октябре, когда ситуация была близкой к катастрофической, ставка сумела обойтись для восстановления фронта ограниченным числом стрелковых дивизий и танковых бригад, не вводя в бой многочисленные сырые, только сколачиваемые формирования. Это было, безусловно, правильной, но крайне трудно реализуемой тактикой. Тем самым резервы задействовались только в случае действительно острейшей нужды, хотя ситуация на фронте в целом в октябре и ноябре 1941 года была исключительно тяжелой. Вермахт подступал к Москве. В результате советское командование сумело между 4 и 16 декабря ввести в дело огромные, хорошо подготовленные и мотивированные идеологически резервные силы, в корни переломив ход боев под Москвой. Гитлеровское же командование израсходовало последний резерв подвижных войск, 2-ю и 5-ю танковые дивизии из резервов УКХ, уже с началом своего первого наступления на Москву. Попыткой найти выход из ситуации стало сокращение линии фронта и, соответственно, числа дивизий 74, наступавших в октябре 1941, до 51 дивизий в ходе второго наступления. Однако это решение было лишь заделкой Тришкина-Кафтана. Красная Армия пошла на массовую переброску соединений из обширных районов, где боевые действия не велись, Сибирь, Средняя Азия, Дальний Восток, как кадровых, так и вновь создаваемых, уже в сентябре-октябре 1941 года. Гитлеровская военная машина стала активно осуществлять симметричные шаги, прежде всего направление дивизии, закупированной Францией, только после начала контрнаступления советских войск под Москвой. Уже с первых дней войны Советский Союз приступил к созданию новых дивизий с нуля. В конечном итоге именно они решили исход сражения под Москвой и Великой Отечественной войны в целом, пройдя на смену уничтоженным и очень сильно поредевшим в большинстве своем кадровым дивизиям добоенного времени, что были утрачены летом-осенью 1941 года. Третий рейх понял необходимость формирования дивизий новых волн только после начала контрнаступления под Москвой, то есть долгое время спустя. Наконец, советское командование, безусловно, превосходило военно-политическое руководство нацистской Германии не только в вопросах времени начала и объема подготовки стратегических резервов, но и времени условий введения сражения. Сопоставление завершающей части Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской операций с битвой под Москвой показывают, что советская Ставка не в пример гитлеровскому генералитету и хваленому фюреру существенно более взвешенно и грамотно подходила к определению сроков и масштабов вводимых свежих сил, учитывала их боеспособность и тем на деле сберегала жизни сотни тысяч бойцов и командиров рабоче-крестьянской Красной Армии, как на фронте, уже находившихся там, так и лишь готовящихся вступить в самую трудную борьбу в истории нашего Отечества. Спасибо.